Я потеряла мужа. Я потеряла всю свою жизнь. Светлана стала вдовой в 25 лет. Ее супруг Сергей погиб, казалось бы, от безобидной забавы. 21 января они вместе с друзьями прицепили тюбинг, так называют надувные санки, к авто и поехали кататься. Около 11 часов вечера, когда на двух закрепленных плюшках находились супруги Комарицкие, санки занесло. И они врезались во встречный автомобиль. Это были сотрудники ППС. Светлана отделалась с испугом. Ее муж получил травмы, несовместимые с жизнью. Их друг, находившийся в тот момент за рулем, оказался на скамье подсудимых. Все эти дни я ждала просто, чтобы придать попасть в прощение. Матери приносили извинения. Не приносили, получается, потерпевшей Светлане. Считали все, что виноваты все. Все в шестером туда поехали. Потерпевшая потребовала от Попова возмещение моральной компенсации в 5 миллионов рублей. Однако на строгом наказании не настаивала. Как-никак погибший был братом супруги подсудимого. По решению сторон дела рассматривали в особом порядке. Учитывалось полное признание вины подсудимым, то, что раньше мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1.6 месяцев с обливанием наказания в колонии поселения с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года. Суд обязал Попова выплатить компенсацию пострадавшей в 500 тысяч рублей. Но подсудимый таким приговором остался недоволен. У него есть 10 дней, чтобы обжаловать решение. Анастасия Матвеева, Владислав Грубунов. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok